курс лекции по ботанике раздел гистологии мы продолжаем курс лекции по ботанике в рамках обучение удаленного дистанционного обучения в системе и и ос самарского государства медицинского университета для студентов фармацевтического факультета очной формы обучение лекции читает доцент кафедры фармакогнозии кандидат форм наук ржов виталий михалыч мы с вами прошли большую часть гистологии далее определение гистологии как раздела ботаники изучили особенности исторического плана гистологии и развития системы классификации тканей растения рассмотрели большую часть гистологических особенностей милистематических покровных выделительных тканей основных механических тканей и переходим к последней группе растительных тканей это проводящие ткани и проводящие пучки проводящие ткани это особый тип тканей высших растений который играет роль проведения воды как восходящего так и нисходящего тока и в структуре тканей проводящих выделяют два типа это ксилему и флоему ксилемная ткань это проводящая ткань растения по-другому она называется древесина от греческого ксиус дерево ксилема это более современное название греко-латинское ксилема это сложная как первичная так и вторичная по происхождению проводящие ткани растения обеспечивающие восходящий ток воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней к листьям флоема или луба от греческого флоиус кора это сложная первичная или вторичная по происхождению проводящая ткани растения обеспечивающие нисходящий ток жидкости от листьев к корням при этом жидкостью имеется в виду вода с растворенной в ней метаболитами мы уже сказали немного о том что проводящие ткани это характеристика высших растений то есть растений уже сформированных и тело которых разделено на особые органы корни, стебли, листья и так далее необходимо сделать некую оговорку на самом деле это не всегда так считается что эволюция растений от низших талонных шла как раз по процессу выхода растений на сушу из воды и низшие растения водоросли с талонной организацией как правило не имеют проводящих тканей и вообще достаточно специфических сложно организованных тканей как таковых однако для некоторых низших растений например для водорослей группы бурах ламинария к примеру на поперечном сечении обнаружены и описаны ранее в литературе например сетовидные трубки флаемы но так или иначе считается что у талонно организованных нишах нет необходимости в наличии каких-то особых проводящих структур так как у них тело более простое и может впитывать пеноцитарно воду поверхностью собственных клеток поэтому ткани проводящие им не нужны вот у бурах как раз более сложная организация тела талонная у них есть резоиды прикрепляющиеся к бентусу поэтому видимо у них и есть необходимость как раз в проводящих элементах и у них есть зачатки проводящих тканей ну а основная эволюция проводящих тканей началась как раз у псилофитов или ринеофитов первых растений попавших и эволюционно более продвинутых относительно водорослей попавших на сушу далее эволюция пошла в сторону редукции гометофита развития спорофита об этом мы будем говорить в систематике растений и образовавшиеся впоследствии как архигониаты мхи, плавные, папоротники, хвощи так и голосеменные покрытосеменные растения уже в структуре своих осевых органов вот и боковых в том числе имеют особые типы тканей проводящие ткани ну и переходим плавненько к каждой отдельной ткани разберем их ксилема ксилема это сложная ткань ранее в начале цикла гистологии мы говорили о том, что ткани можно разделить на две группы простые то есть собранные из одинаковых клеток похожих по форме, размерам и по функциям и сложных тканей сложные ткани это ткани, которые состоят из разных типов клеток выполняющих разные функции, но при этом объединенных по происхождению ксилема это сложная ткань которая состоит из трех типов клеток проводящих элементов, механических и основных к проводящим элементам ксилемы относят трахеиды, сосуды к механическим элементам относят склероиды и склеронхиму и к основным тканям относят основную паренхему ксилемная паренхема и обкладочная паренхема которые рассматриваются отдельно Механические элементы и основные ткани мы рассмотрели выше Поэтому в курсе именно этой конкретной лекции мы будем рассматривать проводящие элементы Которые специфически характеризуют ксилему как ткань К проводящим элементам ксилемы относят два Это трахеиды и сосуды Трахеиды это эволюционные, более примитивные образования Представляющие собой прозонхимные клетки, усеченные по концам Трахеиды это клетки мертвые в конечной стадии эволюции У них очень сильно утолщены вторичные оболочки И они же лигнифицированы, то есть одревесневают Трахеиды располагаясь друг за другом образуют стыки Так называемые косые стенки В зависимости от эволюции косая стенка может быть разной Наиболее примитивная косая стенка состоит из совокупности большого количества окаймленных пор Косые стенки у этих трахеид очень длинные И как вы понимаете пора, то есть это более сложная организация с мембраной посередине Она усложняет процесс проведения воды через клетку трахеиду Соответственно, как вы понимаете Изначально, когда так называемые эринеофиты и псилофиты Пытались эволюционно продвигаться и конкурировать за пространство и свет У них были как раз наиболее примитивные клетки Которые были еле-еле похожи на современные Вот в данном случае на слайде вы видите По цифре 2 Изначально у ископаемых растений Обнаружены проводящие элементы ксилемы То есть это очень сильно вытянутые клетки Но при этом с современными структурами сосудов, например Ничего общего не имеющие Далее, косая стенка, видоизменялась Эволюционно продвигалась Улучшалась И улучшение в основном носило характер упрощения Строения для того, чтобы упрощалась и улучшалась В прохождении воды сквозь этот самый трахеальный элемент Что происходило впоследствии? В первую очередь замена окремленных пор на перфорации Перфорация это сквозное отверстие, которое не имело мембраны в структуре Соответственно вода шла беспрепятственно С течением времени и эволюции Косая стенка уменьшалась То есть скос выравнивался Количество перфораций уменьшалось До единственной Единственной перфорации Которые сейчас мы видим на слайде по цифре 4 И трахеальный элемент Трахеальная клетка постепенно уменьшалась в длине И увеличивалась в ширину Постепенно превращаясь в так называемый сосудистый членик И соответственно следующим элементом Проводящей ткани ксилемы Является так называемая трахея или сосуд Сосуд это наиболее эволюционно продвинутая форма проводящей ткани Проводящих элементов ксилемы Которая представляет собой расположенные друг за другом сосудистые членики Сосудистый членик это элемент сосуда Имеющий единственную перфорацию на торцах Но на самом деле фактически это эволюционно продвинутая трахеида Обратите внимание на слайде это достаточно хорошо видно Сосудистый членик развивается из клетки Понятно, что на самом конце клетка еще живая Она имеет нормально организованный портопласт Она достаточно быстро развивается Так как сосуды должны активно увеличиваться в длину Соответственно клетка быстро растет Наращивает вторичную оболочку Лигнифицируется оболочка И портопласт погибает То есть пропадает мембрана Окружающая цитоплазму И портопласт как такового уже нет И функцию проведения воды Осуществляет не клетка А клеточная стенка И в данном случае как раз это видно Клеточные стенки вторичные В зависимости от происхождения сосуда Первичного или вторичного Они могут быть различными Понятно, что у любой клетки имеется первичная и вторичная оболочка Так вот, у первичных элементов ксилемы проводящих У мента и протоксилемы Первичные оболочки достаточно хорошо выражены Их видно Они не лигнифицированные Они достаточно эластичные И могут прогибаться вовнутрь сосуды К первичным проводящим элементам ксилемы Относятся кольчатые и спиральные сосуды В данном случае на слайде вы видите схемы рисунки Взятые мной из учебника Слева по цифре 1 и 2 Вот эти вот утолщения Кольчатые или спиральные Это и есть элементы вторичной оболочки клетки А то, что тонкое Это первичная оболочка Элементы вторичной оболочки Лигнифицированные и выполняют Каркасную функцию в клетке То есть они выполняют функцию формообразующую И не дают спадаться сосудам Для того, чтобы через него проходила вода В дальнейшем клетчатая стенка увеличивается Вторичная Появляются более мощные образования Лестничные, например И сетовидные Это более современные сосуды Характерные для цветковых Покрытосеменных растений, например Двудольных растений Которые имеют более крупный просвет сосудов Об этом я не сказал То есть морфологические сосуды Отличаются не только по происхождению Но и по диаметру То есть самые маленькие сосуды в просвете Это сосуды первичной ксилемы Кольчатые сосуды Далее Спиральные Более широкие в просвете И наиболее крупные в просвете Это как раз Сетчатые сосуды Которые имеют Хорошо развитую клетчатую стенку Вторичную И большое количество простых пор На поверхности Флоема Так же как и ксилема Это сложная ткань Так же как и ксилема Она состоит из проводящих Механических и основных клеток Но уже специфика немного отличается Проводящими элементами флоемы Являются сетовидные трубки Механические ткани достаточно похожи Склероиды, например, есть как в ксилеме Так и в флоеме А вот склеронхима Отличается Если у ксилемы это волокна Либриформа То во флоеме это Лубиные волокна О которых достаточно хорошо Мы рассказывали В теме механических тканей Основная ткань флоемы Это основная поронхима Чаще всего Уполняющая запасающую функцию Сетовидные трубки Локализованы И являются частью Центрального цилиндра Локализованы они Всегда рядом с ксилемой Так как образуются Путем меристематического деления Меристем Камбия или прокамбия Соответственно Это будут либо вторичные Либо первичные Флоема и ксилема И в данном случае Мы показываем справа Фотоснимки Некоторых поперечных сечений Например первичного корня Сверху в правом его И мы видим первичную флоему И стебля Древесного растения Это бузина у нас Которую мы уже глядели В разных других лекциях предыдущих И мы видим там ксилему И флоему Выделенную в скобки Вторичного происхождения Проводящим элементом флоемы Является ситовидная трубка Ситовидная трубка Это прозанхимная клетка Сильно вытянутая Эта клетка живая Но имеющая особую структуру Протопласта Дело в том, что Протопласт Состоит у нее В основном Из цитоплазмы Окруженной Цитоплазматической мембраной Цитоплазма Проточная То есть через нее Постоянно проходит вода И какие-либо метаболиты И в цитоплазме Отсутствуют органоиды Практически всех В том числе ядро И на периферии Протопласта Имеется так называемый Флоемный белок Который определенные функции Метаболизма И регуляции Обмена Выполняет Жизнедеятельность Протопласта Ситовидной трубки Поддерживают Специальные клетки Называющиеся Клетками Спутницами Которые могут Быть в достаточно Большом количестве Либо одна Либо несколько Которые располагаются Рядом с ситовидной трубкой Они имеют Классическое строение Протопласта Имеют ядро И все необходимые Органоиды И поддерживают Гомеостаз Ситовидной трубки Так как у нее Там нет ядра Соответственно Она не может Самостоятельно Функционировать Вы понимаете Ну вот Можно посмотреть На поперечном сечении Здесь в данном случае Поперечное сечение Стебля Кукурузы Мы его еще Отдельно будем смотреть Когда будем рассматривать Пучки Вы здесь видите Флоему В структуре пучка На поперечном сечении Более крупные Пустые Такие клетки По цифре 1 Справа на фото Это Ситовидные трубки Рядом Живые клетки Мы видим У них там Оформленный Протопласт По цифре 2 Это клетки Спутницы Которые как раз Выполняют Функции Поддержания Гомеостаза Ситовидной клетки Ксилема И флоема Это ткани Которые В структуре Осевых И латеральных Органов Особым образом Структурированы И образуют Структуры Называющиеся Пучками Обратим внимание Что существует И не пучковый Тип строения Но об этом Мы чуть далее Расскажем Итак В структуре Осевых И латеральных Вегетативных Органов Растения И в том числе И невегетативных Цветках И плодах Имеется Особые Гистологические Образования Сосудистые Или проводящие Пучки Представляющие Собой Тяжи Проводящих И механических Тканей Ксилемы И флоемы И выполняющие Функцию Проведения Воды И растворенных В ней Минеральных Веществ И метаболитов В зависимости От особенностей Расположения Проводящих Тканей Друг Относительно Друга Наличие Или отсутствие Мелистем Выделяют Три Основные Группы Проводящих Пучков Первая Группа Это Колатеральные Пучки От Латыни Латераль Бок Колатеральные Пучки Это Пучки В структуре Которых Флоема И Эксилема Расположены Бок О бок На схеме Рисунки Они расположены В верхнем Ряду Под Буквами А Б И В Следующая Группа Пучков Это Концентрические Концентрические Пучки Это Пучки В структуре Которых Флоема И Эксилема Располагаются По Окружности Друг Относительно Друга На Схем Рисунки В данном Случа Вы Видите Два Две Группы Пучков Концентрических Под Буквами Г И Д Мы Отдельно Рассмотрим Далее И Третья Группа Проводящих Пучков Это Радиальные Пучки Это Пучки Особые Внутри Которых Ксилема Располагается В виде Лучей По Радиусу А Флоема Между Лучами Ксилем Каждую Группу Пучков Мы Рассмотрим Отдельно Итак Коллатеральные Пучки Коллатеральные Пучки В структуре Могут Отличаться По Наличию Или Отсутствию Меристемы Камби Если Меристемы Нет То Этот Пучок Во-первых Первичный То есть Он Образован Только Первичными Меристемами А во-вторых Он Закрытый Закрытый Для Роста То есть Он Не Может Расти И Развиваться И В структуре Растения Он Не Изменяется То есть Как мы Видим Его Изначально Развившимся Он Так По протяжении Всего Органа Например Осевого Стебля Мы Видим Что Размер У него Не Меняется Такие Пучки Характерны Как правило Для Стеблей Однодольных Растений И Для Листьев Так как Листья Как правило Образуются И Вегетируют За счет Первичной Меристемы В данном случае Мы можем Показать Вам Вернемся К слайду Стебли Кукурузы Обратите Внимание Слева Это Фото Поперечное Сечение Стебля Фрагмент В анатомии Мы будем Его Рассматривать То есть Вы видите Что Проводящие Пучки Очень Похожи Друг на Друга И На самом деле По Длине Стебля Они Практически Не Меняются Справа Более Крупная Структура Пучка Видно Из чего Он состоит Мы уже Говорили Про флоему Она сверху Ниже Располагается Ксилемная Ткань Видно Три Оформленных Сосуда Видно Что вокруг Этих Сосудов Располагаются Окрашенные Клетки С толстыми Оболочками Это Ксилемная Паранхима Обкладочная Которая Армирует Сосуды И не дает Им спадаться Также Визуально Можно отметить Что в структуре Пучка Есть Основная Паранхима Ксилемы Которая Выполняет Функцию Метаболизма И в том числе Может Занакапливать Вещества И Внизу Мы видим Клетки С Сильно Утолщенными Оболочками Оранжево-желтыми Видите Это Склеренхима Вообще Сам Пучок В данном Случае Вокруг Он окружен Склеренхим То есть Он сосудисто-волокнистый То есть Вокруг него Достаточно большое количество Волокон Склеренхима Вот С верхней стороны Волокна Флоемные Склеренхимы А снизу Ксилемные Это закрытый Коллатеральный Пучок Он первичный По происхождению То есть Он был Образован Первичными Мелистемами И он закрыт Для роста То есть В течение Вегетации Органа Его размер Не будет Изменяться В данном случае Мы можем Этот же пучок В схеме рисунки Рассмотреть На поперечном Сечении То есть Мы видим Что здесь Есть как раз Вот Флоема По цифре 4 и 3 Да Проводящая Система Ситовидные Трубки И клетки Спутницы По цифре 9 и 8 И 7 Мы видим Особые Проводящие Элементы Ксилемы Да И 6 В том числе Вот И между Ними Нету Мелистем Следующая Группа Не группа А тип Коллатеральных Пучков Это Открытые Коллатеральные Пучки Открытый Коллатеральный Пучок Это пучок В котором Ксилема С флоемой Расположены Блок о бок И в структуре Пучка Имеется Камбий То есть Образовательная Ткань Мелистема Камбий Дает Возможность Образовываться Вторичным Элементом Ксилемы И флоемы И этот Пучок Может За счет Камбия Расти Увеличиваясь В размерах Подобные Пучки Характерны Для стеблей Травянистых Растений Двудольных У которых Как раз Наличие Камбия Это характеристика И в данном Случае Можно показать Пример На поперечном Сечении И на Продольном Сечении В 3D Схем Рисунки Мы Показываем Пример Пучка Стебля Подсолнечника Однолетнего Хелиантус Анус Мы видим Что Во-первых Достаточно Крупное Образование Этот Пучок Будет Развиваться В течение Вегетации Стебля Увеличиваясь В размерах И По цифре 5 В этом Пучке Мы Видим Ту самую Мелистематическую Ткань Камбий Который Этот Пучок И увеличивает За счет Образования Вторичных Элементов Следующий Тип Проводящих Пучков Из группы Коллатеральных Это Биколлатеральные Пучки От греческого Би Это означает Числительное Два Биколлатеральный Пучок Это Пучок В котором Ксилема С флоемой Расположены Бок О бок При этом Имеется Два Бока И два Элемента Флоемы И в структуре Биколлатерального Пучка Имеется Меристема То есть Биколлатеральный Пучок Как правило Открытый И может Увеличиваться В размерах Биколлатеральные Пучки Характерны Для двудольных Растений Покрытосеменных В данном Случае На слайде Здесь Сборный Показ Здесь есть И закрытые Пучки И открытые Пучки В классической Ботанике Мы рассматриваем Кукурбита Пепп Как Да Формокопейный Объект Но Не формокопейные Органы Мы здесь Смотрим Микроскопируем То есть Стебли И корни В правом Нижнем углу Вы видите Фрагмент Поперечного Сечения Стебля Кукурбита Пепп Тыквы Обыкновенной В структуре Которого Имеется Биколлатеральный Открытый Пучок С точки Зрения Гистогенеза Считается Что биколлатеральные Пучки Были образованы При слиянии Двух Одного Открытого С камбием И другого Закрытого Простого Первичного Пучка В процессе Слияния Появляется Один Большой Пучок С двумя Латералями То есть С двумя Сторонами Флоемы Которая Примыкает К силемной Части Здесь Расшифровываются Выносные Линии Здесь видно Что в структуре Есть элементы Вторичные Флоемы И ксилемы Которые Были образованы Камбием Поэтому расположены Непосредственно Рядом с ним И первичные Ксилемы И флоемы Которые Располагаются Далеко от Камби И образованы Первичными Меристемами Здесь же На этом снимке На этом Слайде Слева Вверху Вы видите Коллатеральный Пучок Тоже Тыквы Обыкновенные Кукурбита Пеппа Но уже В корнях Он просто Коллатеральный То есть Здесь Один только Бок И тоже Выносные Линии Два других Пучка По диагонали Справа Вверху И слева Внизу Это Пучки Однодольных Растений Закрытые Коллатеральные Пучки В зависимости Уже От вида Растений Они могут Отличаться По форме Размерам По развитости В данном Случае Например Внизу Это Лист Ириса О котором Мы чуть Далее Будем Говорить Следующая Группа Пучков Это Концентрические Пучки Концентрические Пучки Это пучки У которых Силема И либо Флоема Располагается По окружности Относительно Второй Проводящей Ткани И выделяют Всего Два Типа Концентрических Пучков Это Амфивазальные И амфикрибральные По другому В литературе Вы можете Встречать Либо Центрофлоемные Либо Центроксилемные Пучки И то и другое Название Имеет место Быть И то и другое Название Правильное Ну и в данном Случае Переходим К конкретике Центрофлоемный Пучок Или Амфивазальный Пучок Амфи Вокруг Вазис Сосуд В переводе Дословном Вокруг Сосудистый Пучок В данном Случае Слева Вы видите Схемы рисунок Взятые Из учебника Справа Наша Собственная Фотография Которая получена Была в процессе Практических Занятий С первым Гурсом По ботанике Это Также Классическое Ботаническое Растение Которое Часто Используется При Показе Особо Гистологических Образований В данном Случае Как раз Амфивазальных Пучков Это Ландыш Майский Конвалярия Маялис Корневища Ландыша Содержит Два Типа Пучков И один Из них Характеризует Именно Концентрическую Структуру То есть В центре Сердцевины Метаморфоза Стебля Мы видим Живое Такое Образование В данном Случае Препарат Не окрашенный Вы видите Ксилемные Сосуды А внутри Более мелкие И более темно Окрашенные Клетки Флоемы Считается Что Концентрические Амфивазальные Пучки Вообще Характерны Для Однодольных Растений И могут Использоваться В диагностике Чуть далее Мы об этом Скажем И покажем Фармакопейный Вид У которого Есть Такой Тип Пучков Амфикрибральные Пучки Это уже Редкий Случай Гистологии Растений Обратное Проявление Амфивазального Пучка Это уже Вокруг Флоемный Пучок Или Центроксилем Пучок Считается Что Амфикрибральный Пучок Это часть Диктиостели Папоротников О стеллярной Теории Мы отчасти Будем говорить В лекциях По анатомии Там мы будем Говорить Про эволюцию Стели И будем Говорить Отчасти Как раз Про диктиостель То есть Это тупиковые Веты эволюции Стеллярной То есть Центрального Цилиндра Характерные Для Архигониад И конкретно Для папоротников У которых Проводящие Элементы Собираются В такой Особой Структурный Элемент Пучок На самом деле Пучков В структуре Достаточно Много Вот И они Особым образом Разболагаются Слева Вы видите Схема рисунок Этого пучка Из учебника Справа Это наши Фотоснимки Один Небольшой Пучок Который Можно было Уместить Да Потому что Пучки Бывают Покрупнее Помельче Вы видите В центре Сосуды На самом деле Это Трахеиды Которые Ранее Мы рассматривали При изучении Конкретно Ксилемы То есть Если этот же пучок Посмотреть на Повородольном Сечении Вы увидите Вот такой вот Элемент То есть Косую Множественную Перфорацию И Лестничные Утолщение То есть Это тот же Самый Папоротник Орляк Только на Продольном Сечении Вот А здесь На поперечном То есть Это на самом деле Не сосуды Но проводящие Элементы Ксилемы Вокруг Располагается Флоемная Ткань Как правило В пучке Флоема Она Меньше Занимает Объем Чем Ксилема Вот И структурно Этот пучок Является Весьма Весьма Диагностичным Следующая Группа Радиальные Пучки Радиальные Пучки Это особый Тип пучков Характерные Только для Корней И только Для корней Первичного Строения В Теме Лекции По Анатомии Корней Мы об этом Будем Говорить И в данном Случае Я вам Напомню Мы уже Сказали Что радиальные Пучки Это Пучки У которых Ксилемная Часть Пучка Расположена По радиусу В виде Лучей А флоема Располагается Между этими Лучами Таких Фрагментов Островков В данном Случае Мы показываем Примеры В зависимости От количества Лучей Ксилемы Эти Самые Радиальные Пучки Классифицируют В зависимости От количества На Вот в данном Случа Справа Вверху Тетра Арх Пучок Если Было бы Два Луча Ди Арх Пучок Пентар Пучок Если Лучей Более Пяти Это Поли Арх Пучки Вот как раз Внизу Два Пучка Поли Арх Это Пучки У которых Лучей Ксилемы Больше Пяти Необходимо Запомнить Особенность Она будет В тестах Количество Пучков Является Диагностичным Для Класса Растений И Считается Что Если Пучок Поли Арх То Это Растения Однодольные Если Тетра Арх Ди Арх И так Далее Это Двудольные Растения Причем У Некоторых Семейств Очень Характерно Именно Количество Этих Самых Радиусов И Справа Вверху Вы Видите Корень Бобовых То есть Там Тетра Арх Пучок Вот То есть Есть Некая Специфика По Диагностики Семейства Далее Для Справедливости Необходимо Уточнить Особенности Некоторых Растений Жизненные Формы Деревья Например Если В Осевых Органах Проводящие Элементы Ксилемы И флоемы Не Собираются В пучки А Замыкаются В общую Структуру Непучкового Типа Соответственно Этот тип Строения Называется Непучковым И характерен Для Корней Вторичного Строения Некоторых И для Стеблей Древесных Или Голосеменных Растений Древесных Двудольных Покрытосеменных В данном В данном Случае На примере Вы Как раз Видите Непучковый Тип Строения Слева Сосны Обыкновенной Вы Видите Однородную Древесину Состоящую Из Тархи Только С Внешней Стороны Далее От Камбия Вы Видите Флоемную Ткань Более Темно Окрашенную Справа Видите Фото Поперечное Сечение Стебля Березы В которой Также Вы Видите Древесину С Годичными Кольцами И От Камбия Видите Флоемную Ткань На малом Увеличении Конкретику Структуры Не видно Но мы Здесь Ее Обсуждать Не будем Необходимо Отметить Что В фармацевтическом Анализе Типы Пучков Особенности Их Развития Размер Форма Пучков Являются Диагностичными Поэтому В рамках Именно Фармацевтической Ботаники И нашего Курса Лекции Фармацевтический Анализ Мы Немножечко Разберем Итак Что касается Листьев В листьях Как вы понимаете Имеется Так называемая Иннервация Листьев Или Желкование Листьев Которые На поперечном Сечении Это хорошо Видно На самом деле Представлено Совокупностью Проводящих Пучков То есть Каждая Жилка Это не что иное Как проводящий Пучок Считается Что в листе Высших Растений Имеется Коллатеральные Пучки Закрытые Коллатеральные Пучки То есть Они Первичные И не Увеличиваются В размерах Несмотря на то Что во всех Листьях Тип пучков Одинаковый Они все Таки Играют роль В диагностике И как правило Гистологи Изучают В этом Как раз Случае Во-первых Форму пучка На поперечном Сечении Их очертания Размер Пучка Особенность Выраженность Механических Тканей Наличие Коленхемы Например У двудольных Ее Тип Развитость Склеронхемы Ее может Не быть В некоторых Пучках Либо же Она бывает Недостаточно Развитой И так далее Наличие Каких-то Выделительных Тканей Потому что Выделительные Ткани Особенно Млечники Например Располагаются Чаще всего Непосредственно Вблизи Флоемы И являются Ее частью Вот в данном Случае На слайде Вы видите Ставшую Уже Классическим Рисунком Схема Рисунок Из Атласа По фармакогнозии Долговой Ладыгиной Это поперечное Сечение Листа Эвкалипт Прутовидного Схема Рисунок В котором Есть Также И структура Проводящего Пучка Вы видите Эту структуру Здесь Видно Что он Коллатеральный Что он Закрытый В данном Случае Снимок Перевернут То есть Вы видите Низ С верхней Стороны Наоборот Но это Не сильно Принципиально В нашем Случае Если Рассмотреть Живые Фрагменты В данном Случае В рамках Изучения Эвкалиптов Различных Видов Но в данном Случае Эвкалипт Серый И прутовидный В рамках Разработки Фармакопейных Статей В 2015 В новое Издание Фармакогнозии На кафедре Фармакопеи ГФ 13 Издания На кафедре Фармакогнозии Мы как раз Изучали Морфологоанатомию Разных Видов Растений В частности Эвкалипт Прутовидного Изучали Особенности В том числе Проводящих Пучков Обратите Внимание Я специально Справа Поставил Два Проводящих Пучка Центральные Жилки Двух Видов Эвкалипта Прутовидного И эвкалипта Серого И тот И другой Применяется В народной Медицине И тот И другой Содержит Эфирные Масла Ценеол В доминировании У него Как раз И другие Эоглобальные Например Противомикробные Структуры Обратите Внимание На структуру Пучка Тип пучка Одинаковый То есть Это Закрытый Коллекторальный Пучок Но при этом Внешне Очертания Пучка Отличаются Отличается Степень Армированности И так далее То есть Визуально Этот пучок Может Играть Роль Диагностики И Может Давать Диагностику Именно Видовой Специфичности Обратите На это Внимание С левой Стороны Это уже Вторичные Жилки И жилки Третьего Порядка То есть Это более Мелкие Пучки Обратите На особое Как раз Армирование И на наличие Обкладочной Паранхимы Вы как раз Видите Здесь Внизу Слева Слева Клетки С таким Буром Содержимом Это клетки Как раз Элементы Пучка Обкладочные Внутри Них Есть Окрашенный Протопласт Который Характеризует Именно Этот вид Протовидный У серого Подобных Элементов Мы не находили То есть Это также Диагностический Элемент При Морфологоанатомическом Анализе В Фармацевтической Как раз Стандартизации Используется Так называемая Петеолярная Анатомия Согласно Новой Фармакопее 14 Издания В Раздел Лист Общей Фармакопейной Статьи Лист Как Фармакопейный Объект Добавлено Диагностика Анатомии Поперечное Сечение Черешка Петеолярная Анатомия Это Анатомия Изучающая Поперечное Сечение Черешков Листьев И считается Что она Обязательная Для Диагностики Такого Лекарственного Сырья Как листья У нас На кафедре Фармакогнозии С ботаникой Основной Фиттерапии Под руководством Профессора Академика Европейской Академии Наук Оркина Владимира Александровича Ведется Такое Направление В сравнении С примесными Видами Мы изучаем Диагностику Именно петеолярной Анатомии Фармакопейных Объектов В данном случае Мы представляем Некий Такой Экскурс Не все Понятные Растения Например Тимьян Ползучий Эвкалип Прутовидный Череда Трехраздельная Сверху Справа Вы видите Копеечник Крупноцветковый Не фармакопейный Объект Копеечник Армийский Фармакопейный Объект Вот здесь Я его не поставил То есть Они как раз Отличаются Петеолярной Анатомией Черешков И считается Что петеолярная Анатомия Достаточно Устойчива И очень Хорошо Характеризует Именно Видовую Специфичность То есть Позволяет Селективно Определять Виды Внутри Рода Растения Ну и в данном случае Мы как раз Приводим Примеры Так вот Почему мы Здесь Это обсуждаем Дело в том Что помимо Формы Поперечного Сечения Помимо Особенностей Других Каких-то Тканей Обратите внимание В любом Черешке Листа Есть Проводящие Элементы Чаще всего Они собраны В пучки Тип Пучка Размер Пучков Количество Пучков Особенности Их расположения Играет роль В диагностике Видов Растений Соответственно Пучки Как проводящие Части Растения Являются Достаточно Специфичными И используются В фармацевтическом Анализе Что касается Корней Корни Это Один Из Видов Лекарственного Сырья Я вам привел В данном случае Корни Чемерицелобеля И валерьяны Лекарственные Чемерицелобеля Это Однодольное Растение Валерьяны Лекарственные Двудольное Растение Если мы Рассматриваем Корни На поперечном Сечении Мы Про анатомию Скажем Чуть далее То здесь Необходимо Обратить Внимание На то Что Первичные Корни Встречаются Не всегда И в данном Случае Нужно Обратить Внимание Опять же На то Что у Однодольных Растений Первичность Сохраняется В течение Вегетации Растения Соответственно Структура Вообще Анатомия Первичного Корня Является Диагностикой Однодольных У Двудольных Растений Первичная Структура В сырье Редкость Но все Таки Есть такие Растения У которых Заготавливаются Корни В том числе И первичной Природы В данном Случае У лирианы Лекарственной Справа Вы видите Первичный Корень И его Классическую Структуру Анатомию Я обсуждать Не буду И Заужу Вопрос Именно До пучков Чуть выше Когда мы Разбирали Классификацию Пучков Мы говорили О том Что есть Такая Группа Радиальных Пучков Радиальные Пучки Это пучки У которых Ксилема Располагается По радиусу В виде лучей И между лучами Располагается Флоема Мы тогда Еще сказали О том Что этот тип Пучков Характерен Только для Корней И только Для корней Первичного Строения Но вот В данном Случае Обратите Внимание Что у Однодольных Растений Радиальные Пучки Всегда Полиархны То есть Там количество Лучей Большое Да И в данном Случае Пучок Дает диагностику Показывая Что именно Чемерится Лобеля Однодольное Растение А с правой Стороны У нас Валерьяна И если Внимательно Смотреть Мы здесь Увидим Раз Два Три Четыре Пять Лучей Если я правильно Считаю Но в данном Случае Правда Это схема Рисунок Не живой Объект К сожалению У меня Фотоснимков Живого Среза Нет Здесь не Полиархный А пентархный Пучок В ряде случаев Тетраархный Он бывает У валерьяновых То есть Это признак Двудольных Растений Соответственно Даже на структуре Пучка Уже работает Диагностика В том числе Класса растений Если Раскрыть Фармакопею Современную Фармакопею 14 издания Том 4 Как раз В разделе Анализа Сырья Лекарственно Растительного Сырья Мы можем Найти Фармакопейные Статьи На эти Два Объекта В данном Случае Вы видите Фрагмент Статьи Корней Корневищ Валериана Лекарственной И видно Как раз На фото Где здесь Приводится Как раз Особенности Структуры Поперечное Сечение Корня Целиком Да И в описании Там есть Как раз Элементы Проводящие Ксилемы И флоемы Характеризующие Пучок А здесь Фрагмент Фармакопейной Статьи Корневища С корнями Вераторум Лобелианум То есть Чемилицилобеля У которой По центру По центру Структуры Пучка 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 Также имеет Диагностику Но правда Не для любых Плодов Очень характерна Диагностика Плодов Семейства Зонтичных Там где Пучки Обязательно Показываются Количество Вот этих Ребер На структуре Плодов И в поперечном Сечении Мы видим Что внутри Ребра Находится Как раз Армированный Пучок Проводящий Здесь Я привел Вам примеры Некоторых Основных Фармакопейных Видов Зонтичных Фенхель Пастернак Кориандр Тимьян Анис Укроп Это не все Можно встретить Например Амми Амми Веснага Например И так далее То есть Зонтичные И другие Виды На поперечном Сечении Например Для Фенхеля Описывается В структуре Вот этих Ребер Характерных Для Плодов На поперечном Сечении Находится Коллатеральный Закрытый Армированный Пучок В данном Случае Вы видите Схему Рисунок Из атласа Долговой Лодыгиной На живом Препарате Уже Нашего Производства Мы изучали В рамках Дипломной Работы Студентов Третьего Курса Обратите Внимание Слева Это Фотоснимки Нашего Сырья Мы видим Что Веслоплодники Сухие Плоды Имеют Морфологически Выраженные Ребра На поперечном Сечении Эти ребра В структуре Имеют Как раз Эти самые Пучки Также Можно Посмотреть Другие Виды Из этого Семейства Те же Самые Ребра На поперечном Сечении Например У Укропа Огородного Анэтум Гравиоленс Необходимо Отметить Что диагностикой В данном Случа Является Во-первых Количество Ребер Размер Пучков Особенности Их Армирование Характер Развитости Склеронхима И так далее Но в данном Случа Укропа Пучки Намного Мельче И количество От фенхеля Немножечко Отличается Далее Идем Выше В классификации Пучков Мы говорили О концентрических Пучках Концентрические Пучки Мы приводили В пример Корневища Ландыша Майского Но необходимо Отметить Что ландыш Майский Несмотря на то Что он Фармакопейный Корневища Ландыша Не применяют Как сырье А применяют Лист В данном случае Мы приводим Вам пример Фармакопейного Вида растений Это Аир болотный Или Аир обыкновенный Здесь Схема рисунок Из атласа Долговой Ладыгины А в данном Случа На атласе Вы видите Фрагмент Фармакопейной Статьи Аир обыкновенный Корневища Известно Что в корневищах Имеется Два типа Пучков Слева Коллатеральный Пучок Сильно армированный А справа Как раз Вот это Амфивазальный Пучок То есть Амфивокруг Вазис сосуды Центрофлоемный То есть Это Особенность Диагностики Именно Как раз Как раз Вот Некоторых Представителей Однодольных Растений Чаще всего Это Стебли Или Метаморфозы Стеблей Корневища В данном Случае У Аира Наличие Амфивазальных Пучков Коллатеральные Пучки В тех же Корневищах Но уже У однодольных Растений Также могут Являться Диагностичными Одним Из таких Классических Фармакопейных Примеров Являться Корневища Радиола Розовой Вот Слева Вы видите Схему Рисунок Веретеновидного Такого Ромбовидного Открытого Коллатерального Пучка Корневища Радиола Розовой А справа Видите Уже Визуализацию Наших Собственных Снимков Радиола Розовая Это Известный Объект Растительный Лекарственный Который На нашей Кафедре Достаточно Хорошо Изучен Под руководством Профессора Заведующего Кафедрой Владимира Александровича Коркина Вот И по результатам Как раз Анатомирования Этого Органа Нами Были Изучены Основные Вопросы Разработан Проект Фармакопейной Статьи Который Сейчас Включен В Фармакопею 14 Издания Российскую Фармакопею И Написана Статья Которую Вы можете Изучить Она в открытом доступе Находится Сейчас вы ее видите На экранах У себя Где как раз Диагностические признаки Этого Как раз Корни и корневища Приводятся Обратите внимание Помимо Основных Тканей Помимо Покровных тканей Особенности Перидермы Тут есть Как раз Особенности И проводящих Пучков Коллатерального Типа Веретеновидные Пучки Ну и в завершении С пучками Да Известно Что в Фармакопее И в Медицинском Применении Также Применяются И корневище Папоротника Мужского За счет Наличия Там Фенольных Соединений Феликсовых Кислот Простых Фенольных Соединений Обладающих Противоглистным Действием Вот в данном Случае Мы говорили С вами Ранее Выше Про Диктиустель И про то Что Амфикрибральный Пучок Является Его частью И особой Стелью Характерной Для Архигониад Вот в данном Случае Вы видите Слева Поперечное Сечение Корневища Папоротника Орлика И ту Самую Диктиустель В структуре Которой Имеются Те самые Амфикрибральные Пучки Разных Размеров Особым Образом Расположенных Диктиустель Мы здесь Обсуждать Не будем А справа Вы видите Тот самый Пучок То есть Считается Что это Диагностика Именно Папоротников И в нашем Случае В фармакопейном Анализе Он тоже Используется На этом Мы завершаем Курс лекции По проводящим Тканям Проводящим Пучкам И завершаем Курс лекции По гистологии Растений В следующем Цикле Мы будем Рассматривать Анатомию Растений И Роль Анатомии Растений В диагностике Лекарственных Видов В фармацевтическом Анализе Спасибо за внимание Растений